Привет, приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хотела бы снять видео о пустых баночках за ноябрь месяц. Если вам такое видео интересно, то прошу вас оставайтесь со мной и приятного аппетита. В этом месяце вроде бы как у меня поменьше баночек, поэтому постараюсь побыстрее всего вам обо всем рассказать. В общем, закончился у меня такой вот облепиховый шампунь, который мне совсем недавно прислала Женечка. Закончился он так быстро у меня, потому что мы им пользовались вместе с дочкой. Я пользовалась, честно говоря, раза 2 или 3, потому что у меня такой уже был раньше, а чаще всего использовала его она. Это с эффектом ламинирования, питания и восстановления. Очень классный шампунь. Спасибо тебе большое, Женечка, за него. В тот раз он мне тоже понравился, у меня была парочка. Но, конечно, аромат у него очень-очень насыщенный, облепиховый. Те, кто не любит такие облепиховые ароматы яркие, то, конечно, он им не понравится, потому что дочка моя все время возмущалась на этот аромат, и поэтому она говорила, что не нравится ей вот этот слишком насыщенный аромат облепихи. Мне, в принципе, он нравится, но он какое-то время остается на волосах, поэтому, если он неприятен, то, конечно, лучше не пользоваться. Но эффекты ламинирования я особо не увидела. Хорошо очищает волосы, не жирнит их. И, в общем, хороший шампунь за бюджетные деньги. Кто еще не пробовал, обязательно-обязательно попробуйте. Также у меня для волос закончилась вот такая вот парочка от Зон Фрида, которая довольно долго, у меня почти год была в запасах. Вот, наконец-то, я ее добила. Это шампунь и кондиционер. Появились они у нас в Магнит Косметик, но они такие небюджетные, стоят порядка 500 рублей один. Вот такие вот. Это у меня серия для окрашенных волос. Знаю, что девочки многие хвалят блондинки, такие бежевые флакончики для блондинок. Вот, они многие хвалят их. Я, честно говоря, особой разницы от обычных бюджетных шампуней и кондиционеров не заметила. Да, они хорошие, они хорошо действуют на волосы мои, не жирнят также их. То есть, после них 3 дня я не мою голову стабильно. Кондиционер такой более густой. Шампунь полупрозрачный, как бы такой, перламутровый. Понравились. Но покупать сама, конечно, не буду. Не вижу, честно говоря, за что платить эту сумму. Вот тут, кстати, идет с каким-то маслом нарисованным. Но здесь все по-английски, здесь ни слова нет по-русски, поэтому я толком не знаю, что и для чего. И на втором месте здесь после воды идет содиум и рецульфат. Ну, они не заявлены как натуральные, но просто вот такая вот парочка. В общем, понравилось, но больше брать не буду. И аромат у них такой был парфюмированный, довольно навязчивый. Не очень мне понравился, честно говоря. Ну, в общем, как шампунь, как шампунь. Ничего особенного. Вот такой вот у меня скрабик закончился от Фаберлик. Это грандиозный киацинт. Хороший скраб. Здесь всего 100 мл. Конечно, он очень-очень быстро мне закончился. Я не знаю, ну, если использовать его на проблемные места, то его хватит буквально раза на три. Потому что 100 мл для скраба это, конечно, вообще ни о чем. Но вообще он классный. Он хорошо очень скрабирует. У него такие довольно хорошие скрабирующие частички. Вот у меня еще тут чуть-чуть и есть. Вот они прям такие крупные, сахарные. Вот как раз то, что нужно. У него такой очень интенсивный аромат гиацинта именно. Вот этот гиацинт, он похож на запах сирени, что-то такое. Сирень с чем-то. Мне напоминает очень сирень. Очень такой интенсивный тоже аромат. Довольно яркий и бьет в нос аж. Когда используешь его в ванной. Вот, ну, мне понравился хороший скрабик. В принципе, для тех, кто не любит большие упаковки, это самое то. Но, конечно, мне его хватило раза на три-четыре и все. Так, практически закончилась у меня вот такая вот гель-пена для ванны. Банановая от 100 рецептов красоты. 100% натуральная пена мыльного ореха. Банан и сливочный пломбир. Очень долго я ее искала. Много хороших отзывов на нее слышала. Наконец-то я ее нашла. У нас только в одном магазине она была. Очень большая упаковка. Здесь аж 750 мл. У меня такой упаковки еще не было. Ни одного средства. Классная. Очень классная вещь. Мне она понравилась. У нас она, кстати, до сих пор стоит в ванной. Я ее перелила в другую упаковку. И мы используем ее как жидкое мыло. Универсальная вещь. Отлично подходит и как жидкое мыло, и как гель для душа, и как пена для ванны. Просто отличная. Она мне напомнила по пене знаменитой пены от Avon. Она отлично пенится. Просто такая пушистая, большая пена от нее. И она очень долго остается. Не пропадает сразу же, как от других пен. В общем, классная вещь. И, конечно, запах. Запах очень приятный. Пахнет действительно сливочным банановым вареньем. Каким-то... Ой, варенье. Мороженым. Очень приятный аромат. Мне очень понравилась эта пена. В общем, куча-куча слов. Очень. Кто любит такие банановые ароматы яркие, обязательно попробуйте. Действительно, мне понравилась она. И надолго очень хватает. Так, вот такая вот маска для лица закончилась. Всем известная от Ямалайи Хербал с нимом и куркумой. Для нормальной жирной кожи. Она идет такого болотно-серого цвета. С очень-очень интенсивным ароматом. Наверное, нима. Это вот что-то такое болотом. В общем, воняет. И когда на себя наносишь, очень, конечно, этот аромат болота бьет в нос. Дочка у меня... Она заставляла ее пользоваться. На ее проблемные места она не очень любила ее. Из-за аромата. Постоянно говорила, мама, фу, она воняет. Пахнет действительно как из канализации. Или откуда-то. В общем, не очень приятный аромат. Но зато очень действенная. Маска действительно очень-очень действенная. Кто страдает жирностью кожи, какими-то высыпаниями. Она отлично подсушивает эти воспаления, высыпания, брищики все. После нее они становятся уже меньше и более подсушены. Вот. Очень классная маска. Она застывает на лице довольно быстро. Ее нужно периодически смачивать. Ну, вообще, кайф. Очень-очень классная масочка. Нам понравилась. Возможно, ее повторим. Вот такая вот пена. Имбирный пряник. С прошлого года у меня лежала в запасах она. Еще, кстати, капелька осталась. Так. Это была лимитка прошлого года. Очень. Я постоянно сидя очень. Просто обалденный аромат имбирного пряника. Действительно. Вот. Действительно. Имбирным пряником пахнет. Прям. Закрываешь глаза и попадаешь в прошлый год. Когда мы интенсивно ее и пользовались. Я ее перелила также в другую упаковочку. Поэтому я уже решила ее показать в пустых ванночках. Все пены для ванны мы знаем. Что они отлично действуют. Отлично пенятся. Вот этот аромат имбирного пряника стоит на всю ванну. Вот. Именно то, что нужно зимой. Под Новый год. У меня ассоциируется этот запах с Новым годом. Классная имбрена. Обязательно попробуйте. Но, по-моему, в этом году ее нет. Этой лимитки, к сожалению. Какая-то другая лимитка. С какими-то ягодами зимними. По-моему, зимние ягоды или как это называется. Но имбирный пряник, конечно, просто обалденный. Так, вот такая вот кондиционер бальзам для белья с ухаживающими добавками от Фаберли, который можно использовать даже для новорожденных деток. Говорила я, что он мне не очень понравился, потому что у него очень слабый аромат. И он не остается на белье. Ну да, очень слабый, такой очень нежный. Для тех, кто любит кондиционеры без ароматов на белье, это то, что нужно. Я люблю, чтобы все-таки оставался аромат. Хотя белье мягкое, пушистое. Он действует отлично, как и все другие кондиционеры от Фаберли, которые я очень люблю. Но аромата они оставляют. Поэтому больше я его повторять не буду. Не знаю, куда ставить. Так, закончились вот такие две пасты. Вот Силка Мед Профессионал, который я беру в фикс прайсе. У нас еще такая же тоже в использовании сейчас сиреневая с лавандой. Отличные гелевые пасты, бюджетные, действуют просто обалденно. Это с облепихой, это ягодный сбор. Они гелевые, я их покупаю для детей. Написано, что противовоспалительные, защита иммунитета, здоровые десна. В общем, отличные пасты, они нам очень понравились. Дети остались довольны. Они такие слабенькие, легенькие, приятные, такие зубные пасты. В общем, аналог полный, как вот детские пасты зубные напомнило мне очень. В общем, всегда, когда в фикс прайсе, обязательно берете пасты, потому что они действительно нам понравились. Стоят, да, но стоят довольно бюджетно. И объем у них здесь 75 грамм, в отличие от детских зубных паст. Так, закончился вот такой вот Colgate Plax с кора дуба и пихта. Вот такой вот. Мне он не понравился. Мужу тоже, он сказал, не бери. Он такой слабенький, вообще ни о чем. Освежает слабо. В общем, не понравился. Так же, как и не понравился вот такой вот Dr. Proof. Этот еще хуже. Если этот еще более-менее, то этот вообще ни о чем. В общем, после того, как Женечка мне прислала пасту Dr. Proof, я решила попробовать, что есть у нас еще от этих паст. И в Санги Стиле я нашла еще пасту, вот такую вот, и поласкиватель, в общем, Dr. Proof для чувствительных зубов. Там было несколько их разноцепленных. Я взяла вот такой вот розовый для чувствительных зубов. Якобы он уменьшает чувствительность зубов, оказывает противовоспалительное действие, укрепляет десны, освежает дыхание. Но он совершенно, совершенно ничего не делает. Он кислый, очень кислый какой-то. Как будто вот прокисшее что-то волосишь. В общем, очень неприятный он по вкусу. Здесь идет вот такой вот даже с дозатором колпачок. Вот. Он розового цвета сам по себе. Но воняет он кислятиной. И сам по себе кислый. В общем, вообще не понравился. Ну, может быть, для тех, кто любит такие очень слабенькие, такие поласкиватели, он подойдет. Но я купила ему на смену белый листерин. И это небо и земля. Что муж, что я, он нам очень-очень нравится. А вот эти два ополаскивателя вообще не понравились. Короче, не советую и не берите. Вот эта паста, в принципе, неплохая. Профессиональная забота о ваших зубах. Вот такая вот отбеливающая она написана. Ну, конечно, она ни хрена не отбеливает. Она такая малютка. Здесь 65 грамм всего было. Она беленькая такая, с голубыми вкраплениями. Хорошая паста, обычная стандартная паста, которая хорошо очищает, не сильно жжет. Мне понравилась. Пасту буду брать у доктора профа, а поласкиватели нет. Так, вот такую вот штуку добила, наконец-то. Это корректирующий, подтягивающий крем-гель с комплексом Lift & Tone от Avon Solutions. 150 мл. Он у меня уже 300 лет в обед стоял. Я им практически не пользовалась. Вот, наконец-то, я его добила. Ну, конечно, никакого там лифтинга, подтягивания он не делает, но в качестве успокоения для собственной души, что ты чем-то пользуешься для целлюлита, от целлюлита. В общем, я его и использовала. Массировала вместе с массажером. В общем, если в комплексе, конечно, это бы действовало. Так, конечно, я результата не увидела, но пользовалась. Мне нравится его аромат такой у него, довольно приятный. Ой, плюется. Довольно приятный, он хорошо распределялся, он не оставлял пленку. В общем, хороший, приятный крем-гель, но больше, конечно, брать не буду. Значит, вот такие вот витаминки. Мака я от Syherb от фирмы Now Solutions закончила пить. Какого-то, видимо, результата я не увидела. Он должен был там увеличивать работоспособность, либидо какое-то женское, в общем, какие-то женские делишки улучшать. Ну, я, честно говоря, ничего не увидела, никаких результатов. Так, добила я свою любимку. Очень я ее экономила, но она у меня уже подошла к концу. Это Desert Essence, тоже я заказывала с Syherb. Спрей термозащитный для волос. С моим любимым кокосиком. В общем, я люблю очень продукцию фирмы Desert Essence. Конечно, она сейчас с нашим курсом доллара уже не такая бюджетная, как раньше была, к сожалению. Но она мне очень-очень нравится. Обалденно пахнет кокосом. Я обожаю все, что связано с кокосом. Это то, что нужно. И, в общем, я надеюсь, что он действительно защищал меня, мои волосы от фена. В общем, вот, поэтому классная вещь. Мне он очень-очень понравился. Долго его экономила. Хороший дозатор. В общем, то, что нужно. Обязательно попробуйте, кто любит запах кокоса. На волосах особенно. Там, кстати, этот запах остается практически до вечера, когда побрызгаешься, и он ходит с тобой шлейфом от волос. Классная вещь. Так, вот такую вот вещь добила. Это молочко-кокос-милк с экстрактом кокоса. Также крем для тела чоколаде. Вот такой вот. Хороший, в принципе, крем. Здесь у меня 100 мл. Довольно быстро он закончился. Хотя я его купила еще летом. Он пахнет не то, что... Ой. Он пахнет не то, что кокосом, а каким-то молочным таким. Совсем не такой запах кокоса, как тут. Здесь он более приятный. Здесь он какой-то такой подкисленный, как типа йогурта, например, наподобие кокоса. Не сказать, чтобы он мне очень нравился. Но он очень легкий. Приятно наносить его было на тело. Но у меня практически сразу сломался вот этот дозатор. Он прекратился работать. Вот сейчас он чуть-чуть что-то вытавливает. Но вообще он у меня сломался. И я приходилось откручивать и вот так наносить. Чтобы хоть что-то с него выдавить. Вот. Но вообще классное молочко. Хорошо увлажнял. Не оставлял пленочки. Приятно было пользоваться. Такой вот аромат кислого кокосика молочного. В принципе, неплохая вещь. Так. Добила я вот эту вот сыворотку от Pierrico. Которую я когда-то делала заказ именно из-за этой сыворотки. Очень такой удобный дозатор у нее. Вот так вот я им пользовалась. Очень приятный аромат. Такого какого-то французского парфюма. У этой сыворотки. Приятно было им пользоваться. Я использовала ее по утрам. Перед своим ночным кремом. О, дневным кремом. Она хорошо очень увлажняла кожу. Быстро впитывалась. И, ну, в принципе, на нее наложился хорошо макияж. Это, хотя это, ой, я только сейчас увидела. Это ночная сверхактивная восстанавливающая сыворотка. Я ее использовала по утрам. Вообще, молодец. С пребиотиками и что-то еще. В общем, довольно быстро она у меня закончилась. Хотя она у меня долго стояла в запасах. Хорошая сыворотка. Ну, конечно, покупать больше не буду. Потому что они там очень-очень дорогие. Хорошее дополнение к крему, в общем. Так, последние три вещи. В общем, от Северины такой универсальный разбавитель для лака закончился. Хорошо разбавляет лак. Мне понравился. Удобный дозатор вот такой вот носичек. Удобно пользоваться. Классная вещь. В общем. Так, вот такая вот помадка. Закончилась от Эйвен. Из их стандартной серии насыщенный цвет. В оттеночке Айсет Кофе. Это какой-то там кофе, что-то с кофе. Связано, в общем. Вот. Ну, это обычный стандартный такой цвет на каждый день. Она у меня лежала в сумке. Я использовала ее, когда нужно было быстро накрасить губы. Без карандаша, без ничего. Такая вот здесь прозрачная крышечка. Хорошая помада. Мне нравится эти помады насыщенный цвет. У меня еще одна такая же. Точно в таком же оттеночке лежит. Универсальный цвет. Он такой розово-бежевый какой-то. Светленький. Типа того, что у меня сейчас на губах. Только у меня сейчас блеск еще. Хорошая помада. Многим нравится. И последнее. Это вот такая вот паста от Коберли. 3+. Фруктовая галактика с бананчиком. Классная паста. Долго у нас тоже использовался ног ее. Она такая гелевая, светло-зеленая. Пахнет очень приятно бананчиком или какими-то фруктами. Хорошо чищает детские зубки. Ну, конечно, нам 3+. Нам уже намного больше. Я больше такой брать не буду. А для маленьких деток это то, что нужно. Мой сынок уже, к сожалению, из нее вырос. Вот. Вот такие вот у меня были пустобаночки за ноябрь месяц. Надеюсь, я вам чем-то полезна. Пишите, пожалуйста, было ли у вас что-то из того, о чем я рассказала. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.